Утро в городе доброе, несмотря на больную ночь, светит солнышко, на душе тепло и хорошо. Пожалуйста, минуты первого игрока. Вот, сейчас я вам такую вот, я вам буду жаловаться на эту безобразную связь, которая вдруг в какой-то самый последний момент пропадает, блин, и за счет этого нет. Окей, может быть, ладно, понимаете, вот у меня перебор по эмоциям. Мы просто сейчас играли в игру квиз, и там в какой-то момент меня просто не стало. Не то, чтобы когда ты висишь и кого-то видишь, а просто не видишь никого вообще. Ну, я не знаю, Мирабель, может быть, потом меня оправдает каким-то образом. Я прям вся в этих эмоциях, и так захотелось в родную игру, где вот так вот хорошо и мило. Я вас люблю и обожаю. Я не знаю, что я вам могу такое сказать. Возможно, эмоции у меня сейчас зашкаливают. Я прошу меня. Десять секунд. Даже десять секунд мне уже не помогут. В общем, я люблю победы красной команде, все будет охеренно. Спасибо, Пас. Спасибо. И вам, пожалуйста, минуты два. Я первую пока оставлю за скобками, потому что, ну, я знаю, о чем она говорит. Я не уверена, что все остальные поняли вообще. Сейчас это было, ну, неважно. Короче, просто я думаю, что вот если бы вот это мне нужно было бы отправлять правильные ответы там руководству квиза, и тут бы я пропала, и из-за этого мы бы заняли там седьмое место вместо положенного второго, то я бы сейчас сюда пришла совершенно с другим настроением. Я бы сюда пришла и сказала, так, сейчас мы при десятерых пилим на пятерых, пятерых поднимаем, и меня вообще ничего не волнует, а единица там сидит такая вот вся, вот такая, я всех люблю, поэтому вот у меня вот это вот не совпадает, не совпадение с настроением единицы. Я извиняюсь за мой неудачальный русский, потому что мы тут еще и, ну, короче, вот мы сидели так хорошо. Короче, единица у меня за скобками. Это время, спасибо. Пожалуйста, минута, игрок номер три. Ну вот, когнитивный диссонанс опять наступил. Кому верить, первому или второму, или обеим сразу? Ну, по первому кругу очень сложно сориентироваться. Девочки обе такие, что вы там курили? Такие обе веселые. Да, понятно. Приятного аппетита. Ну, я бы, наверное, сейчас поиграла бы пока с двумя обеими. А дальше будем смотреть. Хотелось бы такого же настроения, как у вас. Я игрок красный. Так что будем играть, будем смотреть, кто и что. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вам. Пожалуйста, минута и игрок номер четыре. Доброе утро, город. Ура, ура. Я, конечно, не черная. Смотрите, я очень ярко играю с двойкой, с единицей пока не готова по тем же аргументам, что сказала двойка. Когда просто единица говорила, я сидела и думала, если бы вот у меня врубала бы интернет, и я бы все на нервах и так далее, я бы точно не говорила пи-пи-пи. Вот, я бы рвала металла, злилась бы. Вот, у меня был бы другой совершенно эмоционал, я точно об этом же думала, когда слушала. Поэтому, может, просто другого склада человек, я не знаю, но я не готова, для меня это неестественно. Вот, поэтому единицу я оставляю за скобками. Десять секунд. Я говорила точно так же, как и в прошлый раз, когда я играла в черный, я не знаю, это вторая ваша игра, я вас видела только один раз. Вот, пока не определяю ваш свет. И это время. Спасибо. Пожалуйста, минуты, групп номер пять. Так, я пока что поиграю с игроками 2-4. Мне кажется, что вот если бы четвертая вытащила бы красную карту, она бы именно так поговорила. Вот она сказала, я наконец-то красная. Мне кажется, что, скорее всего, игрок красный. Поэтому сыграю с 4, с 2 играю более уверенно. Вот, мне кажется, что 2, вот у меня есть очень прикольная мысль, я ее озвучу, и мне кажется, вы сможете тоже понять, почему я думаю, что 2 красная. Вот представим себе, 2 и 1, они же были вместе на этом квизе. Вот, теоретически, мне кажется, что если 2 вытащила бы черную карту, она бы, наоборот, она бы присоединилась к 1, вот к ее там веселью, вот это, вот это, она бы присоединилась. А она не присоединилась. Поэтому, мне кажется, 2 красная. Первую мы за скобками оставим. Она мне казалась до игры немножко веселенькая, хотя речь была непонятна. Она вот, ее там что-то зацепила, а сейчас она хочет, чтобы мы тут ее голосовали, это, чтобы они неправильную игру выбрали. Спасибо, спасибо, это время. Выключите, пожалуйста, микрофон, минуты игрок номер 6. Как в том анекдоте, вы будете смеяться, но розочка тоже. Короче, играю 2-4-5, но немножко не по тем аргументам, которые ранее озвучили. Такое ощущение было у игрока номер 1, как будто, ну вот, у меня связь пропадала, и тут мне дали еще эту долбаную мафиозную карту, блин, да, ставьте меня в покое, дайте мне уже. Умереть, в конце концов. Ладно, один за скобками, да, действительно, играю 2-4-5, 3 не играю, естественно, по позиции. Так у нас получается, потому что взяла 1-2. Да, играю 2-4-5, сам красный, удачи городу, спасибо вас. Спасибо, Иван. Пожалуйста, минуты игрок номер 7. Доброе утро, город, Абатон, седний игрок. Получил ролик красного, может, шлиф, может, просто мирный житель. Так, игрок номер 1. Эмоции лились, потому что была на квизе, но так я и не понял, она была черная или красная. Значит, ну, игрок номер 2, оставлю и за скобками, я подумал, что если бы игрок номер 2 взял единицу, то как по учебнику, что если номер 1 поговорил либо плохо, либо непонятно, и номер 2 его берет, то с большой вероятностью 2 по черне, то есть либо черный потеет свой черный, либо черный берет красного, когда непонятно, как я поговорю. В принципе, игрок номер 5 высказал те же мысли, что я, поэтому двойку беру. Значит, тройка, так я не понял, с кем она играет, поэтому из 1-2 пойму тройку, у меня пока за скобками. Так, 4 играет 2, 5 играет 2-4, в принципе, те же мысли, что у меня. Поэтому мой номер 245, на тело венечке, печать играет 2-4, в 5, и 6 в той же команде играет 2-4, в 5, в 6. И у вас время, спасибо, минута 8. Добрый утро, город, доктор Олег Скрасный игрок. А я не понял, с единицы никто не поиграл, ее так и никто не выставил, что ли, да? Выставляю игрока номер 1 на голосование. 3-1. Я тоже не поиграю, но я не знаю, как там квизы и так далее. Я сравниваю эмоционал перед самой игрой, какой был, и вдруг он резко упал. То есть, перед собой игрой эмоционал был лучше, чем сейчас. Мне вот это не понравилось. 2-2. Согласен, играю по рассуждению господина Азбузиса. Мне это зашло. Соответственно, с господином Азбузисом играю. 3-3. Понятно, что непонятно, скажем так. 3-3, пока не играю, пока за скобками. 4-4, думаю, да, красная. 6-3. Скорее, эмоционал был положительный. Но речь... 10 секунд. Азбузис, хотя бы внес что-то новое. А вот 7-ка полностью повторила речь за господином Азбузисом. И это время. Спасибо. Минуты. Игрок номер 9. Я сейчас с ужасом понимаю, что мне нравится этот длинный паровоз. Как разбить, не понимаю вообще реально хороший паровоз. Вот, как бы, смотрите. Первый раз увидела, когда Мирабей начала говорить эмоционально. Это самый логичный игрок, который, я знаю, у нее всегда эмоции под контролем. Она четко раскладывает. И тут она так это вот весело. Я такая думаю, заиграла единица. А потом нет, двойку не заиграть так легко. Взяла на скобки. Ну, фу, все. Значит, для меня сейчас 2 покраснее. Вот. Поэтому 2 мне... Не нравится эта команда, понимаете? Вот мне ужас. 2-4 мне нравится. Хотя мне 4... Ну, вроде эмоции правильные, но 2, мне кажется, покраснее. 5 мне нравится. 5 покраснее, чем 6, который присоединился. То есть, понимаете, из этого длинного паровоза. Да, он мне нравится. Но я бы выделила 2 в 5 как более красный для меня лично. 10 и 5. И это кошмар, потому что я не нахожу, как мне... Должны же быть черные. Я просто в шоке, что я, что ли? Да, можете говорить. Я правда, это плохо. Спасибо. Пожалуйста, минута 10. Доброе утро, город. Декстер, красный игрок. Единичка, вытепилиц? Нет. Быстренько, да нет? Ну, ладно, тогда нет. Не хотите, как хотите, все. Так, мне интересно... Пятерка, Азмозис больше времени уделил речам 1-2. Двойка не сказала, что единичка черная, просто взяла за скобки, и тут пошел паровоз 2-4-5-6, и дальше 8-10. Что не, все, все, не хотел, не надо, не надо, все, спасибо. Не нравится мне пока... Ну, то есть, не то, что не нравится, пока за скобками шестерка, тройка может быть красный. Восьмерка вроде покопался, но однозначной позиции по своей не дал. То есть, пока за скобками 8-6. 10 июля... Три, вроде 1-2 поиграла, 1-2 поиграла. И у вас время. Спасибо. И... Так, это была речь 10-го игрока. Был выставлен только один игрок, он не гласуется, и все уходит спать. А мафия, а мафия достает свои клавиатуры и печатает ведущему отстрел. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо. 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 Ну, ничего страшного. Пожалуйста, у вас минута, все остальные не жестикулируют и не пишут в чат. Да, ничего страшного. На самом деле, все плохо, но ничего страшного. Мафия должна стрелять, кого боится, кого считает шерифом. Я шериф, у меня три проверенные красные. Теперь мы играем с три, мы знаем, что она красная. У меня, смотрите, у меня самый подозрительный десять. У него какие-то там были вопросы ко мне, что я поговорил только оба один и два, что-то непонятное, правильно? Ну вот. А потом еще, а потом он еще первый не хотел пилить. Поэтому у меня к первой меньше вопросов, чем к десятому. Я первый не услышал. Оставляю лучший ход. Лучший ход пусть будет, блин, пусть будет 1-9-10. 1-9-10 принято как лучший ход. Я не разобрался. Спасибо. Прощайтесь. Попрощаемся с игроком. Кто открывает игрок номер два? Хорошо, что тройку проверили красный. Это хорошо, потому что я бы на своей речи в нее въехала. Она связала в одну команду один-два. Она поиграла, при том, что это было невозможно связывать. Так, единицу я послушаю, когда она закроет круг ее позицию. По десятке я согласна с пятеркой. Тут можно списать, что он там не видел, но тут был и чат, и показывали, по-моему, все. Вот я показывала, единица показывала. Кого-то можно было увидеть, что единица хочет пилиться с девяткой. Давайте я выставляю игрока номер десять. Это не жестко. Я послушаю всех остальных. Я призываю выставлять еще подозрительных игроков, потому что если единица, допустим, красная, то вполне возможно, что она поиграла против девятки. Если наоборот, единица черная, то девятка как раз покраснее. Но у меня, знаете, четверка... И у вас время. Спасибо. Все в порядке. Я, по-моему, здесь ни разу фалы за задержку речи не ставила. Пожалуйста, минута игрок номер три. Для меня вот сейчас видеться самым красным – это как раз десятка, в которой тот и двойка. Вот мне кажется, что он все-таки красный. Потому что, во-первых, он меня назвал красным, да, и он очень хороший аналитик. Вот, хотя он хороший аналитик, может быть, и на черной карте тоже. Двоечка, поэтому как бы мне не кажется... Вот двойка сказала, что нельзя было сразу сказать по первому кругу, что нельзя играть с единичкой и двойкой. Я просто не поняла ваши цвета, теперь мне более-менее понятно. И когда скоро вы, так сказать, друг другу не доверяете, то я больше не доверяю двойке. Хотя человека уважаю, знаю, что тоже аналитик очень хороший. Вот, поэтому для меня красная сейчас единица, которую все говорят, что она черная, и десятка для меня красная. Не знаю, зачем надо делать проверку меня. Десять секунд. Понимаю, что сейчас я, конечно, уйду. Красненьких быстренько убирают, тем более засвеченных, так? Вот. Поэтому выставляю, кого я выставляю... У вас время, спасибо. Никак. Спасибо, после слова время мы не говорим. Спасибо, да. Пожалуйста, минуты четыре. Ну, смотрите, я выставлю единицу, наверное, все-таки, не дождавши, чтобы она поговорила. Ну, конечно, буду дальше слушать, думать. Вот. Мне не понравился эмоционал, как я уже говорила, ну, нелогичный по любому кругу. Вот. И мне еще меньше понравилась реакция на вопрос десятки, с кем она будет делиться. Вот. Вот. То есть, человек как будто вообще не слушал, не следил за столом, был достигнут врасплох этим вопросом. О чем думал, что делал, я не знаю. Вот. Мне не понравилось. Десятка, как раз я не подозреваю, просто потому что... Ну, когда я сижу на десятке черной, это самый любимый вариант. Можно ничего не делать, стол не анализировать, а вот всю минуту потратить на то, чтобы выяснять... Десять секунд. Потом делить стол, делать этот попил, ничего не говорить о своей позиции. И очень удобный нулевой круг просто проехать. И у вас время. Именно потому что десятка не захотела. Спасибо. У вас время, госпожа Веста. Обращаю внимание всех. Выставление не было принято, оно не было корректным. Пожалуйста, минута игрок номер пять. А, минута шесть. Прошу прощения. Ну, вы не правы, госпожа Веста, вы не правы. И на десятке нужно анализировать, и на девятке, и на любом номере. И с вас просят за это. С вас просят за это за то, что вы не анализируете на десятке. Вы говорите, что на десятке можно сидеть и ничего не делать. Но это не так. На десятке нужно анализировать, и вас будут слушать. И вас будут слушать. Не важно. По столу. Значит, что у меня есть против десяточки? Во-первых, он поиграл против меня. Он поиграл против меня, причем он поиграл против меня и не поиграл против господина Авадона, который сидит за мной и практически повторил мою позицию. Вот это меня заинтересовало, и это немножко почернее. Значит, насчет попила. Да, единица выставляла, и она показывала, я хочу пилиться с девяткой. И девятка хотела пилиться вместе с единицей. Она хотела. 10 секунд. Покраснее. А десятка этого не сделал, и это тоже минус его пользы. Выставляй игрока номер десять. Стоит десять, и у вас время. Спасибо. Минуты семь. Доброе утро, город. Игрок номер два по-прежнему, я считаю, поговорил по красному. С ней играю. Тройка, но, понятное дело, красная проверка, с тройкой поиграю. Так, четверка. Тоже, я считаю, скорее красным игроком, хотя у него было некорректное выставление. Так, и шестерка, я считаю, в принципе, игроком красным. Я считаю, что правильно, мы теперь наехали у десятку, что десятка поиграла против него, но не против меня. Да, и мне десятка не понравилась, так я четко не понял, с кем десятка играет. А то, в принципе, слушаю, с кем десятка не играет. Но раз у нас сейчас красная проверка говорит, что десятку считаю скорее красным, а у нас лучший ход один, девять, десять, то я, пожалуй, выставлю девятку. Я доставляю на голосование игрока номер девять. Принято девять. А то игрока номер девять что-то был недочек мафии, я на самом деле говорю, кто у меня мафия. Да, типа, я сама у себя мафия, получается, что-то такое говорим. Если красный проект рассказать не рога не десятку, то я буду голосовать девятку. Так, ну, единица, она завершает круг, я еще не слушал ее на этом кругу, так что я его пас. Десять секунд. Спасибо, пас. И вам спасибо. Пожалуйста, минута игрок номер восемь. Добрый город. Здесь вопрос в том, что, во-первых, ну, мне показалось, что десятке было важнее озвучить свою позицию, чем пилить. Как бы это с одной стороны его красить, с другой стороны он отказался пилить девятку, причем, ну, как бы, не успели, значит, все, как бы, это вот мне немножко не понравилось. И вопрос в том, защищал он девятку или не защищал. От десятки я, в принципе, позицию много говорил, при этом я его позицию так и не понял, с кем он играет, с кем он играет. Как бы здесь, не знаю. Ну, девятка мне, в принципе, ну, по речи она мне зашла. Девятку я нашел красный. Вот. Мне не нравится. А, кстати, госпожу Нонеру так и не выставили, да? Выставляю игрока номер один на голосование. Принято один. Десятка, я не уверен, что он прям... Десять и коин. Не знаю. В принципе, мне он показался более красный, чем, к примеру, он. Время, спасибо. Пожалуйста, минута. Игрок номер девять. Доброе утро, город. Смотрите, десять мне тоже сейчас кажется более подозрительно, потому что он даже про меня не сказал. Он так вообще проигнорировал Нонеру, проигнорировал сигналы, проигнорировал чат. Я тут быстро писала, что напиши в чат уже Нонеру. Короче, все пишут, не видят десятка. Но это как бы плохо. Вы не реагируете. Вы ничего не сказали про меня. Вот мне такое ощущение, что вы меня сейчас заигрываете. Нонера хотела со мной пилиться. Я не против поговорить дополнительное время. Как бы, да. И мне, да, она сказала по первому кругу странно. Я бы с ней попилилась, потому что она мне была подозрительна. Ей подозрительно она. Все прямомерно. Сейчас мне один меньше подозрительно, чем десять. Вот. Я играю восемь. Мне... Ну, вы со мной играете. Окей. Допустим, будем считать, что вы нашли меня красной. Да, как бы. Я знаю, что я красной. Десять секунд. Вы взяли и популярную команду. Это тоже для меня по красному. То есть восемь для меня сейчас покраснее. Три, понятно, красная проверка. Десять, я думаю, стрелойка ошибается. Спасибо, пап. Спасибо и вам. Пожалуйста, минута игрок номер десять. Так, смотрите, для параноиков информация. Я спрашиваю единичку. Будьте пилиться. Даю ей десять секунд на то, чтобы она сказала. Я не буду всю свою минуту ждать, пока она скажет, с кем я буду пилиться. Все? Нет? До свидания. Выставляю единичку. Все. Для меня это... Один стоит. Это жестко. Буду дальше играть жестко, если хотите. Я красный игрок. Смотрите, играю позиционно. Семь, два, четыре. Семь, два, четыре, девять. Три, красная проверка. Играю. Тройка для меня была... За сколько у меня было ни красный, ни черный? Соответственно, сейчас никто не даст покил адекватный. Поэтому подозрительные шесть. Позиционно семеркой, да, понятно. Но семерка традиционно берет красные паровозы. А шестерка такого не делает. Поэтому для меня в остатке шестерка. Восьмерка вроде покопался. Поэтому я пока... Самая у меня сложная подозрительность. Шестерка и единичка. Которая не дала... Попил. А потом за это зацепились. И типа десятка. До свидания. Время. Спасибо. Пожалуйста, минуты. Игрок номер один. Текстер, блин, я показывала, я писала. Окей, ну... Всего эмоционального моего состояния. Да, я в какой-то момент не сразу сообразила. Я вам стала писать. Я, вернее, стала писать чат. Дело не в этом. Окей. У меня сейчас десять. Но при всем при этом. Десять. Играть сейчас достаточно жестко. Что-то в этом где-то что-то есть. Я скажу, что четверка почему-то... Представляю игрока номер четыре. Мне это четыре. Вот у четверки какой-то бардак. Что? Что? Что вам не понравилось? Окей, не могу я собраться после какой-то там предыдущей игры. Соглашусь шестеркой. Шестерки... Вот то, что говорил шестерка. Это вся речь, которая, в принципе, практически вся речь, которую я бы спокойненько... Давно вопрос. Выносите. Вообще без проблем. Мне в девятке что не понравилось? Девятка поиграла два и пять только. Это то, что мне не понравилось. Поэтому я хотела услышать чуть-чуть побольше. На девятку уже можно было сказать больше. У вас... Васьварка не согласна. Спасибо. Спасибо. Это время. Мы переходим в зал сюда. Внимание, город. Мы прекратили всяческую жестикуляцию. На голосование выставлены десять, девять, один, четыре. Голосуется в порядке десять. Девять, один, четыре. По второму излучанию номера. Итак, десять. Кто за то, чтобы город покинул групп номер десять? Пять голосов принято. Я вижу пять голосов. Девять. Сейчас, секунду, подождите. Девять. Кто за то, чтобы город покинул групп номер девять? Принят один голос. Прошу прощения, три. Ну, рано я посмотрела, да. Один. Кто за то, чтобы город покинул групп номер один? Принято ноль голосов. И поставьте руки. Последняя рука должна быть одна еще за номер четыре. Кто не голосовал, кто не голосовал. У меня получилось пять и три. У нас девять. В любом случае один голос уходит игроку номер четыре. Нет, переголосование я не думаю, что мы будем делать. Потому что большинство в любом случае ушло в десятку. Игрок номер десять. У вас минута попрощаться. Кто помнит руки, которые у меня пошли? Двойка, девятка, четверка. А, да. Девять, скажите. Руки, которые у меня пошли. Шестерку я видел. А вот остальных не... А, шесть, девять. Шесть, девять, восемь. Шесть, девять, восемь. А кто еще? У меня просто не все тут видно. Семь еще, да? Семь. И еще кто? И единичка, да? Короче, я красный, ребят. Блин. Ну, ладно. Жесть моя началась еще с той игры. Походу, она еще не закончилась. И еще в итоге меня дали в лучший ход. Началось, наверное, все в этом кану с единички. Да сами разбирайтесь. Вы меня оставили черным. Сами разбирайтесь, ребят. Вообще, нормально, выкинули. Типа, вам еще помочь, кто это, кто черный. Сами разбирайтесь. Вот шесть, девять, восемь, семь, один. Три черные руки или две. От двух до трех черных рук были там. Смотрите. Шесть, девять, восемь, семь, один. От двух до трех черных рук. Спасибо. У вас время. Спасибо. Мы попрощаемся с игроком. И мы уходим спать. А мафия печатает ведущему отстрел. Шериф и дом делают проверки. Доброе утро. Доброе утро, город. Утро. Утро. Недоброе для города. Стреляли, попали. Ночью. Неожиданно был убит игрок номер три. Пожалуйста, прощайтесь, госпожа Вечность и Тень Вечность. Так, ну что сказать. Спасибо за то, что дали поиграть, да. Спасибо за то, что убили. Ожидаемо так. Неужели никого более достойного не нашлось у вас игрока. Вот я считаю, что десятку, десятку убили красную. Мне так кажется. Что-то вот она мне... Кто черный? Ну, для меня черная девятка, например. Хотя я могу и ошибаться. И юничка. Почему? Ну, потому что двойка вам играет в противовес. А двойка для меня красная. Ну, я так вижу ее красную. Хотя я могу и ошибаться, конечно. Победы городу. Буду сидеть и болеть там за вас в темноте. Все. Спасибо. 10 секунд. Спасибо. Прощаемся с игроком. Этот стол открывает... Этот круг открывает игрок номер 4. Пожалуйста, госпожа Естон. Выставляю игрока номер 6. Сейчас принято. Принято 6. Хорошо. Ну, я на прошлом кругу подумала, что кто вот так зацепился за десятку, который просто хотел озвучить свою позицию и не раскуляться на берешь стола. Вот. Скорее всего, черный. И наиболее яростно это делали 2 и 6. Поэтому у меня максимальный круг подозрения был там. В результате двойка в десятку руку как раз не поставила. Поэтому про двойку я буду еще думать. Шесть для меня, очевидно, черный игрок. Единица поговорила намного лучше, чем раньше. Дальше... Ну, не знаю. Как бы единицу я бы сейчас меньше подозревала. Вот. Дальше надо... Двесть секунд. Девять. Ну, пока что вот так. Сейчас я думаю, что шестерка должна быть. Спасибо, пас. Иван, спасибо. Пожалуйста, минута. Игрок номер 6. Потрясающе. Выставляй игрока номер 4 на голосование. 3 на 4. Значит, смотрите, госпожа Веста. Что значит очевидный черный игрок? Это как вообще вас понять? И чем я очевидный? Зацепился за что? За то, что я выставлял десятку? В десятку голосовало полгорода. Он ушел по черным. Вы что, госпожа Веста? Он ушел по черным. Он даже не хотел... Он даже не захотел поделиться с городом, кто, по его мнению, черный. Госпожа Веста. Это вас знаете, как очерняет? Четыре я выставил. Госпожа Мирабель, у меня к вам вопрос. Почему мы не голосовали в десятку? В десятку. Вы поговорите на своем ходу. Для меня десятка уходила адски черная. Просто адски. И у вас время. Спасибо. Пожалуйста, минуты. Игрок номер семь. Добрый утро, город. Я вижу вполне четкий разноцвет между игроками 4 и 6. Значит, четверка восстанавливает шестерку. Шестерка восстанавливает четверку. И шестерка говорит в основном по четверку. Ну и немножко про госпожу Мирабель. Так. Ну я не знаю, кто из них может быть черным, кто может быть красным. Значит, десятка... А, да. Значит, лучший ход был... Там были 9 и 10. Семерка завещала 9. И десятка тоже, говорю, сноси 10. То есть, 9-10 может быть противовес. Поэтому я восстанавливаю голосование игрока номер 9. Принято. Хотя для меня 10 было подчеркнее 9. Поэтому я не уверен, что буду голосовать 9. Я 9 еще послушаю. Послушаю остальных. И, возможно, еще буду голосовать между 4 и 6. Я не разобрался. Спасибо вас. И вам спасибо. Пожалуйста, минуты. Игрок номер 8. Доброе утро, город. Так. По прошлому кругу я подозревал госпожу Нонеру. Но, в принципе, на ее речи она мне показалась покраснее. Я проголосовал в 10. Но, в принципе, по уходу я нашел его более красным. Не знаю. Я сейчас вот сомневаюсь. Поэтому мне сейчас подозрительный игрок номер 6, который собирал в него голоса. Не знаю. В принципе, 9. Ну, нет. 9 я нахожу красный пока. Выставляю игрока номер 6 на голосование. Стоит. Кто с ним может быть? Он обращается сейчас к госпоже Мирабель. Я даже не знаю, как ее окрасняет, не окрасняет. 10 икон. Я пока госпожу Мирабель нахожу красный. То есть кто тогда черный? Кто может быть? И это время. Спасибо. Игрук номер 9. Знаете что, господин Мадон, вы сейчас рисуете разноцвет 9-10. Я вот не уверена, что десятка уходил в черный. Я знаю свой цвет. Я красная. Вы для меня сейчас понимаете? Вы сейчас. Я знаю, что я красная. Мне более вероятные 10 уходил. Возможно, красный. Возможно. Я не знаю наверняка. Сейчас вы рисуете якобы разноцвет, которым нет противовес. Нет. Я не противовес десятке. Понимаете? Вот фишка. Я не противовес десятке. С большей вероятностью 6. Контрольно выставляю игрока номер 6. Выставляю игрока номер 1. Сейчас критика, ребята. Вот все. Для меня 8 красный. Нет шерифа. Я могу только определиться с моим красным, который для меня буду играть. Для меня 8 красный. Для меня 4 с большей вероятностью красная. 2 в этом 8, 4, 2 в конце. 2. Вот это моя команда сейчас. Я буду голосовать против 6. Потом для меня 7-1. Надо разбираться. Ребята, определяйтесь. У нас критика. Сейчас, если мы не вынесем черного, все, мы пролетим 3 в 3. Все. Спасибо. Класс. Спасибо и вам. Пожалуйста. Минута. Игрок номер 1. Госпожа Мирабель, вы показываете, что 4 красная. Так и у меня вопрос. У нас 4 болтается. Она выставляет 1. Сейчас она перекидывается на 6. Потому что 1 посчитали красная, она перекидывается на 6. Мне это не нравится. Между прочим, 6 выставляет 4. Здесь возникает вопрос. Очень большой. Выставляю графа номер 4. Мне не нравятся вот такие вот показания. 8 сейчас какой-то вообще своей историей занят вообще. Мне 4 не нравится. 9 сейчас взяла команду. А вы 4 взяли. 9, правильно? 7, 8. И 4 вы взяли. Да. 10 сейчас. 4 и 9 не нравятся. Абсолютно. 2 играю, 6 играю, 8. Я, честно, до конца вас вообще не понимаю, о чем вы несете речь. И это время. И это время. 8 и туда же уходим. Спасибо. У вас время. Минута игрока номер 2. Смотрите, с одной стороны 10 действительно уходил по черному. Вот так вот, да. Как бы обиделся на весь город. Сказал, я вам не буду говорить, что черный. Это очень по черному. Если он красный игрок, то он ушел вот таким вот образом по черному. И тогда 9, 10 вот для меня разноцвет, и тогда 9 для меня краснее. Это первое. Но четверка мне говорит на своей речи, что как это вы там не проголосовали в игрока номер 10, я вас буду слушать. При том, что я почему не проголосовала в 10, потому что игрок номер 3, красная проверка сказала, что 10 для нее красный. Окей. Я проголосовала вместе с игроком номер 3 и, внимание, вместе с игроком номер 4, которая точно так же проголосовала вместе со мной в 9. Так я говорю, вас окрасляет, что вы не поставили в 10. Второе. Что-то я не знаю. Или я как-то неправильно понимаю игрока номер 4 по нулю. Я не успела сказать на предыдущем. Игрок номер 4 говорит, ой, я черная. А потом стало что-то говорить, и это как-то вот все вот проехали, и никто это вот не заметил. Я просто не успела это озвучить. Спасибо. Итак, в городе останавливается всяческая жизнь. Мы переходим в зал сюда. И да, в это время мы чадом также не пользуемся. Мы переходим в зал сюда. На голосование выставлены игроки. 6, 4, 9, 1. Голосуются в порядке. 6, 4, 9, 1. По второму озвучанию номера. Итак, 6. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 6? Я вижу один голос. 4, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 4? 4 голоса принято. Спасибо. 9, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9? Все. Один голос. Да, господин Амадон Бэй. И поставьте руки, кто не голосовал. Должна быть еще одна рука. Один голос уходит игроку номер 1. И групп номер 4. Все. Прощайтесь. Госпожа, игра еще не закончена. Пожалуйста. Умерь все эмоционал. Игрок номер 8. Вы черный? Да. Понятно. Ну, что я вам могу сказать? Очень жаль. Кто еще? 6, 8, 7? Кто третий? Нет, ну игра закончилась. Окей, вы вынесли двух разных игроков. Кто еще? Ладно, но это неинтересно. Ребят, ну, госпожа Мирабель, я не знаю, если вы третий черный, потому что вы на рожно перевирали все мои речи. Две речи мои переврали. Первая, когда я сказала, слава богу, я наконец не черная, после того, как я сыграла две донские. Вы услышали, что я черная. Ну как? Вот. И вторую речь тоже переврали, когда я сказала, что вы вместе с… 10 секунд. 10, вот, но не стали в него руку голосовать, поэтому для меня краснее. Вы из этого что сделали? Ну все, спасибо вас. Спасибо и вам. И попрощаемся с игроком. Я объявляю победу мафии. Мафия игроки. Один… Один шейдон игрок номер восемь. Шериф игрок номер…